В любой игре всегда есть соперник и всегда есть жертва. Вся хитрость вовремя осознать, что ты стал вторым и сделаться первым. Знаете, сейчас так модно искать скрытые смыслы, выстраивать сумасшедшие теории и прочее, что порой я чётко вижу, как ворохи всех этих поисков, моду на которой, кстати, очень цепко подхватили создатели кинопродукции, поняв, что с помощью внедрения различного рода запутанности в сюжете, пасхалок и прочих инструментов можно получить нехилый бонус к популярности, а значит и поддержание продукта на плаву, чтобы зрители не просто поглядели и забыли очередную киноленту, а ещё и что-то там обсуждали и додумывали длительное время после просмотра. Так вот во всём этом зачастую мусоре, уж простите за сравнение, от нас часто ускользает главное, то, что лежит на самом видном месте. И давайте сегодня попытаемся разглядеть, возможно, самый нескрытый смысл сериалом «Мир Дикого Запада». И прежде чем мы начнём, хочу рассказать вам о канале Funder. Автор выпускает видео, обзоры, аниме и манг тематики, и это не банальные пересказы сюжетов, а полноценные разборы и теории, связанные с персонажами, организациями и прочими составляющими сюжетов. Канал не так давно начал свою деятельность, но сразу вам скажу, что это не новичок на поприще YouTube контента. Человек давно в теме, знает и понимает, что он будет делать, с его помощью набрал десятки тысяч подписчиков, не один автор, и это не пустой звук, сказанный для красного словца, потому что во многом именно этот человек помог, в том числе и становлению канала WatchGods, автором которого я и являюсь. Переходите, ознакомлюсь по ссылкам в описании и закреплённом комментарии, поддержим автора своей подпиской и лукозавром под видео. А от меня лично вам всем заранее отдельная благодарность. Ну а мы продолжаем разбор зубодробительного экшен-сериала Мир Дикого Запада. Я уже очень давно хотел сделать обзор на ВВ, но всё дело в том, что я никак не мог нащупать ту мысль, которую я хотел бы донести. А делать обзорку и хвалом на Ютубе с разбором всех этих бесчисленных диалогов, поиском в них же невероятного смысла и прочего мне не хотелось. Не потому что они казались мне поверхностными, чтобы акцентировать именно на них своё внимание, или наоборот излишне замудрёнными, боясь разобраться в них. Просто я не чувствовал, что именно в этом или в чём-то ещё внутри сюжета находится та самая идея. И вот в какой-то момент просмотра сериала я чётко ощутил, что его изначально привлекательная обёртка и попытка свежего взгляда на фундаментальные человеческие вопросы со временем на хронометража начала быстро терять свою красоту. А к концу третьего сезона окончательно сохло за того, что превратилось в очередной кинопродукт, наполненный самыми типичными, современными и крайне примитивными штампами. И знаете, давайте начнём с того, а что, собственно, мы хотим получить, смотря очередное творение киноиндустрии. Ведь мы смотрим кино в основном из-за сюжета, правильно? Всё остальное, как ни крути, это всё же дополнение к нему, если, конечно, это не съёмка дикой природы или чего погорячее. Но, возможно, правильнее спросить, что мы хотим понять и разглядеть в очередном творении синема. Хотим ли мы увидеть обёртку, которую даёт нам режиссёр, или увидеть то, что он хочет скормить нашему мозгу под той упаковкой, в которой он спрятал суть своего творения? Как отличить произведение, которое даёт нам мастер, пытаясь донести свою идею через искусные образы и в итоге раскрыть её окончательно, чтобы подвести нас к определённым выводам, подавая своё творение как изысканный деликатес? А с другой стороны, понять, когда он пытается скрыть своё истинное намерение под блеском мишуры, чтобы под видимого своего угощения дать яд, ради которого и подаётся блюдо, каким бы оно ни было. Ответы именно на эти вопросы дадут нам правильный угол зрения для оценки данного сериала, да и не только его. Чем чаще будет звучать этот вопрос, тем сильнее мы будем становиться. Что это даёт мне? Начнём с того, что мир Дикого Запада незаметно для зрителя ставит его сознание в положение тех самых киборгов, как бы непринуждённо заставляя мозг подсознательно проводить ассоциацию с собственным социальным положением уже в своей реальности. И давайте немного раскидаем на пальцах. Мы не знаем, кто мы, кто нас создал, для какой цели, где мы находимся и как выйти из этого места. Глобально не влияем на происходящие процессы, не понимаем их причин. Последнее событие, кстати, тому прямое подтверждение. Мы явно осознаём, что это агрессивная среда, причём агрессивная не по своим физическим, а более по социальным признакам. Постоянное усиление контроля, низкое положение большинства, где, как известно, незаменимых людей нет, и как следствие, человеческая жизнь, в общем, понимание этого слова практически ничего не стоит. Есть ещё много вторичных факторов, но эти, пожалуй, основные. Следовательно, если мы возвратимся к нашему первоначальному вопросу о цели сериала, конечно, при условии, что мы принимаем хотя бы за вероятность тот факт, что цель не просто придумать сюжет, позвать актёров и срубить денег. Так вот, возвратившись к изначальному вопросу и прибавив к этому то, что это не очередной проходной сериал, а очень массовый, раскрученный и достаточно затратный и необычный продукт, мы можем предположить, что, возможно, и цель данного творения так или иначе должна подводить нас к определённой мысли, или более правильнее сказать, некоторой последовательности мыслей и выводов. А это уже, как следствие, возможно, служит осуществлению чьей-то определённой цели. Ведь, кстати говоря, именно формированием мыслей машин, а следовательно и принятием ими решений в тех или иных искусственно созданных ситуациях или, говоря более грубо, программированием, в основном и занимались держатели парка. Так в чём же заключается эта, возможно, основная мысль, которая проникает в голову при просмотре? Всё просто. Страх. Попытайтесь отбросить вообще всё, что вы ощущали от этого сериала, и вы почувствуете лишь его. Не забывайте, что одна из основных тем мира Дикого Запада, кажущейся, правда, косвенной на первый взгляд, это абсолютная власть. А она, как обязательно её элемент, подразумевает и абсолютный контроль. А что такое контроль для того, кого контролируют? Не буду выстраивать длинную логическую цепочку, контроль, если ты о нём знаешь, рождает страх. Тем более, если тебе есть что скрывать, а уж где-где, но в нашем мире, когда у каждого есть по парочке скелетов в шкафу, это особенно актуально. Но что ещё интереснее, далее по сюжету сериала в качестве противоядия от страха предлагается агрессия. Кстати, эти двое зачастую являются основой сценария, пожалуй, большинства современных кинотворений. И тут присутствует достаточно тонкий момент. Неважно, видим ли мы стандартный боевичок или смотрим закрученный сюжетом и идеей сериал по типу Мира Дикого Запада, везде мы видим сюжеты борьбы за выживание, с обманом, эксплуатацией и так далее. И я понимаю, что это классика. Вечное сражение, добра со злом, крайне многогранная тема, но вся банальщина заключается в том, что вбрасывая зрителя идею под соусом очередной борьбы плохого с хорошим, вне зависимости от того, насколько глубоко эта идея обыграна, в итоге все всегда приводится к одному и тому же. А творение, где подход к осмыслению и решению подобной проблемы хоть как-то бы отличался полетом мысли создателей, пожалуй, можно пересчитать по пальцам. И, как ни странно, самым известным персонажем, который проявил иной взгляд на решение данной проблемы, дабы вразумить массы, пожалуй, остается образ творца, действующего через Иисуса. И если смотреть на все это с позиции массового кинематографа, с его тысячами сценаристов, режиссером и многомиллиардными бюджетами, как-то уж больно однобока получается, не считаете? Мне вот это все как раз больше напоминает рекламные образы, где преследуется лишь одна цель – чтобы человек купил. Ну а в нашем случае, вероятно, правильнее сказать «купился». Конечно, как и в мире ВВ, сюжет может быть приправлен чем-то второстепенным, вроде на условных в рамках какого-нибудь кикбоксера нужно просто натренироваться и навалять по щам главному засранцу. А в кинопродукте, так скажем, с более глубоким сюжетом, перед тем, как надавать по морде, нужно взломать архисложную систему или, скажем, вообще открыть инопланетный корабль и прилететь на другую планету, совершив перед этим массовое количество различных многоходовочек. Условно, если вот прямо совсем просто, нам предлагают в боксе бить в лицо, чтобы выиграть. И вроде это логично, но то же самое нам предлагают делать, когда играешь в шахматы, чтобы выиграть партию. Ты кого бьешь? Более того, в мире Дикого Запада, да и не только в нем, агрессия не только выставляется как основной инструмент в борьбе за освобождение, но еще и очень часто показывается в другом своем проявлении, а именно поводом для осознанной жестокости, когда наслаждение от нее и осознание собственной безнаказанности вытесняет на второй план то, что являлось катализатором агрессии. В реальной жизни этот эффект особенно ярко можно проследить на примере различных военных действий, когда некоторые ее участники, пользуясь своей безнаказанностью, дают волю своим желаниям и выходят за всякие человеческие нормы. В мире Дикого Запада мы наблюдаем то же самое, огромное количество неоправданной жестокостью по всем современным канонам и с совершенно маньяческим удовольствием, ни больше, ни меньше. А учитывая то, что зрительный образ это зачастую максимально запоминающаяся и откладывающаяся информация, не просто же так компании тратят миллионы долларов, чтобы и химия была везде, куда глаз не положи. Постоянно наблюдая такое с голубых экранов, хочешь не хочешь, а начинаешь к этому потихонечку привыкать. И понятие норм морали все больше размывается, причем размывается оно везде, как в экранах, так и за их пределами. Конечно, не так резко и быстро, мозг все-таки штуковина не совсем простая, со своими защитными механизмами, но все же ощутимый эффект есть. Понимаете, о чем я? Вообще, агрессия, как единственно верный инструмент для тех или иных перемен, массово форсируется в синема, особенно в последнее время. Вспомните, кстати, ту же Матрицу, последнего Джокера, вообще этот культ психов, маньяков и бунтарей, которые плавно сместили с пьедестала положительных героев. Также нельзя и не упомянуть всепоглощающую моду на скандалы, популяризацию агрессивных видов спорта, музыки, манер поведения и так далее. Как следствие этого мы наблюдаем, что градус настроения в общем мировом социуме значительно поднялся. Это как раз один из примеров социального программирования, о котором я говорил выше. Но давайте пойдем чуть дальше и поразмыслим, для чего же вообще нужна агрессия? Очевидно, для того, чтобы направить ее на причину страха, на его источник. И если это не некое природное явление, то эта причина всегда будет иметь приставку «Кто?», а не «Что?». И если развивать далее логическую цепочку, то мы увидим, что агрессия рождает безумие, а безумие, развиваясь, рождает хаос, и одно от другого отделяет лишь пару шагов. Ведь безумие, вы же знаете, оно как гравитация. Ну а теперь прикиньте, если ты создаешь страх и направляешь агрессию, далее доводишь этот коктейль до безумия, в итоге получая хаос, то разве не очевидно, что в данном случае хаос – процесс контролируемый, и, следовательно, он и является обязательным элементом для достижения целей, и она в этом случае тоже достаточно очевидна. Ведь единственный смысл в хаосе – это разрушение старого, а разрушенное старое – это лучшая почва для создания чего-то нового. Но знаете, во всей этой схеме возникает еще один вопрос. Что мешает реальной причине страха оставаться в тени, а вместо себя подставить другую цель, чтобы в итоге управлять носителем агрессии, как быком в кориде? Ведь в кино, в том числе и мире Дикого Запада, враг в итоге всегда явный, а в нашей же действительности не так легко понять, кто твой настоящий враг, а кто друг. Я твой лучший друг! Я твой лучший друг! Я! И не так уж маловероятно, что все эти киношедевры, благодаря своей однотипности и заштампованности, больше похожи на однообразные манипуляции, повторяющиеся как рекламные вставки, подающиеся зрителю под разными сюжетными соусами, насаживающие определенный формат реакции, для того, чтобы в нужной ситуации воспользоваться в прямом же смысле запрограммированным сознанием человека, направив его заранее известное действие, вызванное заранее известным катализатором в нужную сторону, соответственно получив заранее известный результат, подобно фигуре на шахматной доске. Всякая информация формирует реальность, а само слово «реальность» это в двух словах совершение определенных действий по отношению к чему-либо. То есть любое получение информации, умноженное на степень погружения в ту или иную реальность и помноженное на количество раз повторения этой информации рождает и развивает определенную поведенческую модель, заставляя мозг как бы перепрошиваться под определенный формат. Условно и проще говоря, это и есть вот тот самый планшетик в руках работников парка. И когда я говорил про страх как цели, я говорил не про тот страх, который на тебя бежит, как дикий ротвеллер, заставляя тебя остолбенеть на месте, а страх как бы удушливый и незаметный. Его можно даже не осознавать, как не осознаешь и не чувствуешь занозу, пока не заденешь ей за что-либо. Он, в зависимости от восприимчивости и вдумчивости человека, может иметь разную степень воздействия, как болезнь, как любая в общем-то мысль. На кого-то действует так, а на кого-то иначе. Иной человек только увидит шприц, теряет сознание и кричит. Кто-то лишь почувствует дискомфорт и не даст виду, кто-то едва почувствует укол, но укол остается уколом. Его цель не развеселить тебя, не погладить и прочее, а ввести в тебя что-то конкретное, надеясь получить ожидаемый результат. Возможно, кто-то скажет, у тебя синдром поиска глубокого смысла, или это все конспирология, такое модное современное словечко, которым можно отмахнуться от любой информации. Но я напомню вам, что мир Дикого Запада и его основные темы как бы максимально плотно затягивают именно эти два понятия, хотите вы этого или нет. Ну и, конечно, нельзя не упомянуть и вкратце прокомментировать одну из современнейших и продвигаемых тем, которую данный сериал тоже не обошел стороной. Основную освободительную роль в нем выполняют, конечно, женщины, они же и страдают больше остальных. Но суть даже не в этом, а в том, что под всю эту музыку где-то на фоне с вечно большими и непонимающими глазами бегают мужчины. Это, кстати, в отличие от оригинала 73-го года, по которому и сняли сериал. А те, кто не бегают с большими и непонимающими глазами, играют в сериале достаточно отрицательные роли в общей сложности. Что первый дружок Долорес, что любовник Мэйв на вечно вторых ролях, полуомебный и вялый Бернар с невероятным секретом в башке, которую ему опять же дала Долорес. Но, честно говоря, меня лично больше всего поразил последний вояка. Это прям уже вообще какой-то комедиклаб. Ничего, кроме жалости и смеха одновременно он не вызывает. Со своим испуганным лицом и вечно удивленными глазками, который на фоне крутой напарницы смотрится больше как ручная собачка, которую хочется взять под мышку, чем как самостоятельно и уж тем более как основное звено, влияющее на происходящее в сериале. И еще один очень важный момент это вопрос самоидентификации человека и человечества как личности, как неких его основных духовных потребностей в общем понимании этого слова. И если брать МДЗ, то, знаете, личность вырисовывается так себе, вот что я вам скажу, причем самой своей глубокой, подчеркиваю, осознанной сутью, в корне, если можно так выразиться. Вспомните, что цель создания искусственного интеллекта в сериале изначально ничего другого не подразумевает, кроме как удовлетворение своих совершенно животных инстинктов, вроде сексуальных утех, извращений и убийств. Человеку якобы в голову больше ничего не пришло, кроме того, как отдать свое величайшее творение, себе подобное, дитя разума, если можно так выразиться, на растерзание зверя. Ну, то есть, человеку в данном случае. И знаете, тут они прямо убили двух зайцев одновременно. В то время как в обычной жизни любой творец крайне трепетно относится к своему изделию, даже если это обычная глиняная тарелка. И все вышесказанное, хочешь не хочешь, навеивает на мысль о том, что яблоко укатилось от яблони достаточно далеко. Это я в том числе про ассоциацию с классическими религиозными учениями, или же проводя всю ту же аналогию, но несколько с иной стороны, где владельцы парка выступают как бы в роли творца, получается вот такая на самом деле к вам любовь. Особенно учитывая то, что глядя на наш мир, можно увидеть такое, что вам ДЗ даже и не снилось. Понятное дело, что многогранную вещь можно поворачивать как дышло, куда повернул, там и вышло. И едва ли можно сказать, это только плохое, а это хорошее. Но всякое искусство оно в итоге оставляет лишь послевкусие. Вспомните, например, любой фильм, книгу и прочее, ведь задавая себе вопрос, понравилось ли очередное творение или нет, в действительности, давая ответ, ты оперируешь лишь чувством, которое осталось после просмотра, на которое наложен определенный мозговой анализ, выраженный в итоге в паре слов. Но дело еще и в том, что подсознательное зачастую идентифицирует совершенно иные образы, чем сознательное, и поэтому чувства, которое осталось в сознательном после просмотра и то чувство, которое осталось в подсознательном могут быть очень разными, а иногда и вовсе совершенно противоположными. Как, например, Том и Джерри, с виду веселый мультик, который нравится детям, но рассмотри его и копни чуть глубже с позиции грамотного психиатра, я думаю, едва ли он останется похожим на забаву. Да, я понимаю, что кто-то может сказать «я смотрел и вырос нормальным», но согласитесь, это ведь очень субъективная вещь чьё-то понимание нормальности, а уж тем более оценка того, как то или иное произведение на твою нормальность воздействует. С военных действий, например, тоже кто-то приходит нормальным, кто-то приходит и делает вид, что нормальный, у иного не остаётся сил даже делать вид, а кто-то вообще оттуда не возвращается. И как же в таком случае мы должны судить и оценивать войну как явление? По первому, второму, третьему или четвёртому примеру? И, пожалуй, никто себе не скажет, что он ненормальный или признает ненормальным какую-то часть своей личности, даже конченый психопат едва ли это осознаёт, и тогда получается, что вообще все нормальные, но есть одна проблема. Если посмотреть на мир у людей со стороны, то, согласитесь, назвать его нормальным уже язык не поворачивается. Поэтому те, кто говорят про мир Дикого Запада или иное подобное творение, смотри, как круто снято, какая красивая музыка, какой глубокий сюжет и как прекрасно играют актёры, зачем ты на него наговариваешь? Дело ведь в том, что они по-настоящему правы. Правы, потому что это действительно так. Но не правы лишь в том, что они дают оценки обёртке, а она просто необходима, чтобы продать мозгу её внутреннее содержимое подороже. Это как игра в кошки-мышки, и тут уже каждый сам выбирает, кто он. Но прежде всего выбирает, видеть ли эту игру вообще или нет. Что ж, думаю, на этом пора заканчивать. Вот такой небольшой критико-разборный анализ получился на мир Дикого Запада, не знаю уж понравился ли вам или нет, поэтому попрошу вас дать обратную связь в комментариях, можно даже развернуто, я обязательно прочитаю и отвечу. Ну а кому понравился ролик, не забудьте зарядить лукозавр и подписаться на канал WatchGots. Для желающих поддержать выход обзоров монеты, как всегда, все ссылки в описании. Ну а я прощаюсь с вами, надеюсь, до новых встреч. Всем удачи!